Миллионы сутеб реальных людей, которые оставили дом и ушли на фронт. В этом году тема парада памяти – солдатская слава, особенно близка к каждому россиянину. Герой есть в каждой семье. Лейтмотивом парада будет история почетного гражданина Самары, героя Советского Союза Владимира Чудайкина. 15-летним мальчишкой он участвовал в параде 41-го, а позже отправился на фронт, где служил танкистом. Это наша легенда, наша гордость. И судя по солдат, много разных, интересных. Допустим, в Волжском районе у нас есть село, в котором на одной улице проживало три полных кавалера Ордена Славы. Такие вот геройские наши земляки. Вне зависимости от войны жизнь шла своим чередом. Правые фронтовики выкрадывали минуточку, чтобы написать весточку родным на гражданку. Порой получить письмо из родного края – это была единственная радость для защитников. Мы не должны забывать о том, что основную лямку войны тащил именно рядовой солдат, как в известном фильме сказано, рядовой пехотный Ваня. Вот этому рядовому пехотному Ване мы и посвящаем девятый по счету парад памяти. 7 ноября на главной городской площади не только пройдет масштабный парад памяти, но и воссоздадут солдатский быт. Баянист сыграет песни военных лет, которые защитники пели, чтобы настроиться перед очередной битвой с противником. Тогда они не знали, увидят ли своих родных еще раз. 7 ноября самарцам покажут реконструкцию атак группы полковника Горохова, которая проходила в 140 метрах от реки Волга. Бой продемонстрируют на набережной на Красноармейском спуске. В реконструкции примут участие более 300 человек. Сражение будет поддержано авиацией. В небо над Самарой, как когда-то на параде в Куйбышеве, поднимется легендарный Ил-2. Мария Левина, Николай Сидоров. События.